Это программа «В теме» и с вами я, Валерия Пенина. Сегодня информационное агентство «Тульские новости» разместило на своем ресурсе интересную новость. Суть сообщения заключается в том, что на ближайшем заседании Тульской городской думы депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменения в генеральный план муниципального образования «Рождественское». Согласно проекту, решение предлагается в карте функциональных зон генерального плана муниципального образования «Рождественское» изменить зону, занятую лесной растительностью, на жилую зону земель населенных пунктов. То есть, согласно генеральному плану муниципалитета «Рождественское», эта территория земельных участков отнесена к зоне рекреационного назначения. Однако, по обращению ООО «Индгарник» и гражданина Папяна Гарника Рафиковича, в целях использования земельных участков для жилищного строительства подготовлен проект внесения изменений в генплан муниципального образования. Кстати, как указано в проекте решения Тульской городской думы, эти изменения прошли публичное слушание, а также проверку на коррупционогенность. В общем, нарушений нет. Все по закону. Если сравнить ту схему, которую прикрепили к проекту решения Тульской городской думы с картой, то можно предположить, что сносить леса и строить жилье собираются в Богучаровском парке. Напомню, если вдруг кто-то забыл, то бывшую резиденцию губернатора Тульской области приобрело ООО «Индгарник» в лице генерального директора Рафика Папяна. Покупка обошлась ему в 175 миллионов рублей. Аукцион по продаже имущественного комплекса проводился не один раз, так как на протяжении длительного времени не было желающих приобрести резиденцию главы региона. Но в итоге владельцу знаменитого «Индгарника» пришлось идти на уступки и приобрести комплекс. Теперь сын Рафика Папяна намерен застроить часть Богучаровского парка. И, по-видимому, у него это получится, так как местные жители не против этого, исходя из публичных слушаний. К тому же, как показала проверка, и нарушений закона в этой инициативе тоже нет. Осталось слово за городскими депутатами. Именно им завтра придется решать судьбу Богучаровского парка.